Давайте обсудим динамическое программирование в приложении к задаче о траекториях кузнечика. Но перед этим обратимся к простой задаче из ЕГЭ на количество траекторий на схеме городов с односторонними дорогами. Представлен ориентированный граф, в котором нет циклов. Он ациклический. Надо сказать, что если бы был хотя бы один цикл, который можно было бы достичь в этой траектории, то можно было бы наматывать бесконечное количество траекторий различных. Задача теряла бы смысл. Как считать количество траекторий из города А в город Джей? Можно пытаться перебирать их. Вот раз, два очевидные, да, какая-нибудь там три, да, четыре, но ведь есть еще пять, например, да. Может, я что-то не учел еще, ведь есть шесть, да, вот такая. А есть семь, прошу прощения, восемь. Так, что-то я еще мог забыть. Ага, девять. Так, да, так, десять. Одиннадцать. Так, может быть, вот такая двенадцать, кажется, я ее не учел. Вот такая тринадцать. Все ли я перебрал или нет? Ну, так можно себе запомнить, что вот я так устно насчитал тринадцать. Некоторые школьники, они так и делают, а ведь этого делать категорически нельзя. Надо вычислить. Здесь проблема тех же самых перевычислений на самом деле. Давайте попробуем вначале рассмотреть рекуррентно эту задачу. Представим себе, что у меня есть некий город А и есть некий финишный город З. И мне нужно посчитать количество траекторий из А в З. Вначале я должен определиться, а из каких городов вообще есть дороги в город З. Ну, допустим, два таких города есть. Х и У. Дорога из города Х в город З у меня будет синий. Я ее так назову. Дорога из города У в город З будет красной. Я хочу заметить, что траектории, заканчивающиеся синей дорогой, синие траектории, они именно этой дорогой заканчиваются. Они у меня никак не могут совпадать с траекториями красными, которые заканчиваются красной дорогой. Дело в том, что у меня синие траектории вполне могли содержать У в качестве промежуточного города. Ну, мало ли, там у меня есть траектория, которая сквозь У, но потом через Х и в З. Ну, вполне возможно. Или наоборот, из А, как сказать, траектории, которые красные, они могут содержать Х. То есть, ну, правда, вряд ли и так, и так, и так, иначе цикл образуется между Х и У. Но, в принципе, я разделяю на синий и красный по последней финишной дороге. И тут нельзя пройти и по синей, и по красной, потому что, ну, как я вернусь от З, это уже, опять же, наличие цикла. Договорились. Я назову количество красных траекторий, пока мне неизвестное, фразой АХ. КАХ, то есть количество траекторий из А в Х. Количество синих траекторий я назову КА… Ой, прошу прощения. Синих КАХ, а красных КАУ. Ну, остается только что сказать. Извините, ну, давайте тогда назовем количество траекторий из А в З, назовем его КАЗ. К из А в З. Правда? Ну, и логично вполне, что все траектории, ведущие из А в З, равно количеству траекторий из А в Х, плюс количество траекторий из А в У. Ну, можно себе даже нарисовать, так представить, тут какие-то там траектории идут из А в Х, из А в У. Вполне возможно, что там куча промежуточных точек, еще раз, даже вплоть до того, что Х и У там пересекаются. Ясно? Эта идея рекуррентная. Но я могу эту рекурсию чисто руками взять и начать от начала делать методом динамического программирования. Мне нужно для каждого города записывать, сколько в него траекторий из города А. Крайний случай – это сам город А. Сколько траекторий из города А в город А? Некоторые школьники думают ноль, когда я им рассказываю это. Нет, ровно одна траектория из города А в город А. Стоять на месте – это тоже траектория. Ну, в смысле, программа действий для путешественника. И другого способа попасть в город А у него нет. А дальше все ровно по вот этой формуле, ну, с некоторым обобщением, что если у меня дорога входящая одна, то я просто, по сути, это число копирую. То есть других способов все равно нет. Поэтому здесь у меня в этот город попасть один способ из города А. В этот одна входящая стрелка из города, в который один способ. Один, да. Сюда две входящие стрелки из городов, в каждый из которых по одной траектории. Значит, у меня сюда два способа попасть. Сюда две входящие стрелки. Два плюс один. Две траектории в этот, одна в этот. Значит, сюда три способа попасть. Сюда одна входящая стрелка из города, в который три траектории. Значит, здесь 3. Далее у меня вот в этот город 1 плюс 2. Сюда 3 способа попасть. Сюда 3 способа попасть. Смотрим сюда. 3 плюс 2 плюс 3. Это получается 8 способов попасть в этот город. И сюда в итоге 8 плюс 3 – это 11. И еще плюс 3 – это 14. Значит, я насчитал всего 14 способов. Отсюда можно заметить, что я очень старался посчитать. Да и вот этот граф не очень большой. А все-таки я обсчитался, потому что количество траектории оказалось неверным. Минус балл на ЕГЭ, да, ну, либо плюс балл, если мы будем действовать вот таким вот образом. Давайте теперь сотрем этот граф дорог и посмотрим на нашего кузнечика. Посмотрим на нашего кузнечика. Он, исполнитель кузнечик, умеет перемещаться по числовой прямой. Допустим, у него есть только два возможных прыжка. Это прыжок на единичку вперед и прыжок на два вперед. То есть, вот такой и вот такой. Меня интересует вопрос, сколько существует различных способов достичь точки N. Задача на самом деле сводится к вот этой задачке про карту с городами, но ее проще программировать на линии. Каждый город, который посещает кузнечик, а я буду, в принципе, называть городами эти точечки, да, вот каждый город, в который он прыгает, он обозначается просто числом. Мы сможем хранить все эти числа в массиве. Вот эти K, N, T мы сможем хранить в массиве. Давайте посмотрим. Вот в этот город я могу попасть только с такими прыжками, только из предыдущего и из предпредыдущего. И отсюда я заключаю, что количество траекторий попадания в город N, K, N, оно равно K, N-1 плюс K, N-2. Рассмотрим крайний случай. Сколько способов попасть из города 1 в город 1? Ну, единственный способ – не прыгать. Соответственно, K1 равно 1. Но очевидно, что нам этого не хватит для рекурсии, потому что нам нужно N-2, и K2 нам неоткуда вычислить. На самом деле есть два способа. Можно отдельно, руками сказать, что K2 равно 1, а можно подойти иначе. У меня есть город, на числовой прямой есть город 0. Почему бы нет? И в этот город попасть кузнечик не может никак. Правда? У него 0 способов попасть в этот город. Поэтому я могу написать, что K0 равно 0, и проверить, что эта формула для K равного 2 как раз даст мне 1. То есть, в принципе, можно в массиве. Я никак не смогу избавиться от нулевого члена. У меня же все. Там K будет массив, я создам его. У меня там будет для N чисел обязательно число с индексом 0. И вот я просто туда 0 положу. Все. А начиная с 2 я буду вычислять. Итак, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Давайте запрограммируем, что ли, это дело. Значит, вот моя программа, заготовка, в которой я создал функцию number of trajectories. И Grasshopper has соответствующее количество траекторий от единички до некая заданная с клавиатуры. Давайте сейчас она ничего не возвращает. Нам нужно это дело рассчитать. Я создам в зависимости от требуемого N, создам, соответственно, массив. Я назову его K большое. Очевидно, мне понадобится по N включительно. К нулевой я положу равным нулю. К первый я положу равным единичке. А дальше я в цикле. И от двойки. И меньше либо равно N. Плюс, плюс. И что я делаю? Я говорю, K и ты равен K и минус первому. Плюс K и минус второму. И в итоге я возвращаю K и ты. Собственно, этот подход дает мне что? Что у меня? Вот, например, 16 траекторий из 1 в 5. Так, интересно, правильно ли я посчитал? Неправильно я посчитал. И минус 1 плюс и минус 1. И минус 2. Число не то получилось. Давайте в точку 5. О, 5 траекторий из 1 в 5. Ну, вот это уже абсолютная правда. Внимательный ученик заметит, что вот эта функция абсолютно точно совпадает с функцией Fibonacci. Вот он, FibDynamic. Посмотрите на него. Вот он. 0, 1. Начиная от 2, я вычисляю. Вот они, 2 предыдущих. Да, действительно, для этой конкретной задачи у нас выражение полностью совпало. Вот они, 1 предыдущих. Продолжение следует...